Оглушительный рёв моторов, виск тормозов и снежные заносы. В Москве прошла 24-я традиционная гонка звезд автомобильного журнала «За рулём». На заснеженном треке Центрального ипподрома в битве за первенство схлестнулись титулованные российские пилоты из различных дисциплин автоспорта. Приятным сюрпризом и для зрителей, и для участников состязания стали специальные промо-заезды знаменитых пилотов Формулы-1 Кими Райканена и Шарля Пика. История этих ежегодных состязаний началась 35 лет назад, в далёком 1978 году. Главным призом первой гонки звезд была фарфоровая ваза производства Ленинградского завода и набор миниатюрных копий легковых автомобилей. Со временем многое изменилось. В этом году главным переходящим трофеем легендарной гонки стала бронзовая шина. За неё сразились 33 пилота, многократные чемпионы страны, победители и призёры международных соревнований. Пилоты соревновались на собственных автомобилях разных марок. Уже в первых двух полуфинальных заездах развернулась нешуточная борьба. Двум пилотам, Тимуру Сатреддинову и Евгению Аксакову, не удалось доехать до финишной линии. Болиды гонщиков перевернулись. И в финале за звание победителя гонки звезд сражались шесть пилотов. Сергей Успенский, Дмитрий Брагин, Кирилл Ладыгин, Алексей Васильев, Михаил Скрипников и Владимир Шишенин. Вопреки всеобщим ожиданиям, финальная борьба оказалась не такой уж аварийной и напряжённой. Шесть решающих гонок на одинаковых Рено Логан прошли как по маслу. Результат, однако же, поразил всех. Пилот Дмитрий Брагин, выигравший в четырёх заездах, в решающей гонке вдруг забывает включить ближний свет. Судьи делают ему замечания, но он почему-то не реагирует. Случайная ошибка, скорее всего. И победителем ежегодной гонки звёзд становится Кирилл Ладыгин. Причём уже в четвёртый раз. После того, как определились победители, на трек под горячие аплодисменты трибун вышли гонщики Формулы-1. Легендарный финский гонщик Кимми Райканен и начинающий французский пилот Шарль Пик сразились в гонке на автомобилях Рено Дастер. Для 22-летнего Шарля Пика снежная гонка звёзд была своего рода испытанием на прочность. Молодой гонщик, выступающий за команду Каттерхэм, ни разу за свою карьеру не катался на снежном покрытии. Чего нельзя сказать о его сопернике Фине Кимми Райканене, которого даже прозвали Айсменом. Но то ли он переоценил свои силы, то ли новичкам везёт. Шарль Пик уверенно обошёл своего старшего соперника. Несмотря на то, что это мой первый опыт езды по снежному треку, и раньше мне никогда не доводилось соревноваться на таком покрытии, я получил колоссальное удовольствие от этой гонки. Я, конечно, не берусь загадывать наперёд, но если когда-нибудь меня вновь пригласят участвовать в этой гонке или подобном соревновании, и я буду на тот момент свободен, почему бы и нет? Учитывая, как мне понравилось это состязание, возможно, я соглашусь поучаствовать снова. Завершился гоночный день феерично. В двух итоговых суперзаездах обладатель бронзовой шины Кирилл Ладыгин сразился с Кимми Райканеном и Шарлем Пиком. На первом же круге российский гонщик уверенно обошёл французского пилота. Борьба с Финном оказалась сложнее, но россиянину всё же удалось одолеть и его. В общем и целом борьба за главный приз юбилейной гонки звёзд оправдала ожидания поклонников автоспорта. Состязание получилось зрелищным, в хорошем смысле напряжённым, а главное – результативным.